Национальная гвардия! Вперёд! Национальная гвардия всех ебёт! Национальная гвардия всех убьёт! Я национальная гвардия. Расскажи, как ты в армию пошёл? Что было в первые дни? Всё было хорошо. Всё было отлично. Моя национальная гвардия, это мои ребята. Не дай Бог, какая-то война, мы всех убьём. Как тебя в армию приняли с первых дней? Расскажи, что было там? Прекрасно всё было. Подшивка, форму дали. Только те ботинки до колена. Ноги опухли, да? Ну опухли, спухли. Ради Бога, там есть санчасть, всё есть. Национальная гвардия, это моя армия. Не надо мне на камеру работать, ты рассказывай от души. Мы ничего показывать не будем, мы для себя снимаем. Нет, будем показывать. Нехер стынать. Потому что это очень интересная история. Нехер стынать. Нормальные там ребята были прикольные. Нормальные интересные истории. Были прикольные ребята, матные. Были толстые такие, здоровенные, огромные. На которых форму очень тяжело было одеть. Ну, блин, он реально больше двух метров роста. Ну, куда на него формы такие? Обрежьте из кусочков формы. Душейте, да. И рукава. Ну, я помню, что нас послали копать какую-то яму. Непонятную какую-то яму. Не знаю. Ну, надо было. Для листьев, наверное. Ну, не знаю. Для армии. А пока нас... Это было еще до КМБ. А это... А ребята учили одевать... Эти... Как его? Ну, как они называются? Подстанники. Не, не подстанники. А... Потняшки. Не потняшки, а... Потняшки они называются. Потняшки, да? Я уже забыл. Портянки. Потянки. О, портянки, да. Потняшки. Да. Потняшки. А мы убежали там и там работали, работали, работали. Потом прибежали. Прибежали. А нас... Быстренько собирают. И бежали. А я даже не знаю, как... Я на них смотрю, блин. Я же привык в носках ходить. Как она растирала себе ноги. Ёхана, бувай! Как... Как эти... Короче, ты пропустил урок завязывания... Ну, да, да. Потняшек. Пропустил, да. Ты так просто обмотал ногу, да? Ну, да. Ну, а даже глаза как бинты накладывают в училище. Ну, я вот так... А в училище учили бинты там завязывать ногу. Вот так надо. Ну, да. Я ж медбрат. Ну, так чё ж ты не умел тогда? Бинт там замотал вот так вот ногу и всё хорошо. И закрепил. Ну, я так и сделал. Да, ну, такая... Но всё равно замотался. Опа. Ну, а шо ж ты хотел? Портянки наматывают, а надо уметь. Вот, а, кстати, научишь меня. Мне интересно, как их всё-таки... Чтоб они не размотались. Давай научу. Они... Что сделать, чтоб они не размотались? Угу. Булавочкой застегнуть? Нет. 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 Ну, идея хорошая. Согласись. Ну, да. Мата есть. Ни на что сделать, чтоб они не размотались. Самое интересное, когда мы прослужили уже больше полтора года, нам прислали кучу молодых. Кучу молодых вообще, которые вообще, мы не знали, куда их девать. У нас получилось... Вытянули на нахер половину. Как наша кошка, да? В роте получается четыре взвода, прикинь. Да. Четыре взвода. А у нас, подожди, в роте получается три взвода. Три взвода. В каждой роте три взвода. А у нас получилось четыре. А я странный инструктор. А на четвёртый взвод сержантов не хватает. Я как странный инструктор сержант. Всё, владею четвёртым взводом. Ёхана Боба. Блин, я ж не знаю, блин, они же там эти самые планшетки, вся фигня, блин, там. Их там обучали, как это, строиться, там, разводиться, там, что-то. Я, короче, говорю... А ты-то руки эти не посещал. Я санитарный инструктор. Я вообще должен просто-напросто смотреть за ротой, чтобы они никто не болел. Да. Бегать за ними. Вы не болеете? Вы не болеете? Я за вами смотрю. Смотрите, не болеете. Ну да. Я санитарный инструктор, я смотрю за нас. Каждое утро спрашивать, у кого был понос, да, чтобы не обосрались. Не, я смотрю, что человек хромает, опа, я говорю, что с тобой там, опа, иди сюда. А он хромает и говорит, ой, а я хромая, я забыл. Не досмотрелась по собой. Не, у меня журнал. Смотри, у меня пол ноги оттенула. У меня журнал. У меня журнал. Я записываю, кто больной. Каждое утро есть это самое. Даже они сами забывают, так бедненькие работают, там мучаются, что забывают, что они заболели. А ты должен их выявлять. Света. Да. Заткни ебало. Не, просто нокал. Тихо. Интересно, слушай. Тихо. Тихо, пожалуйста, тихо. Тихо, тут... Не надо со мной играть. Это не играет. Тихо. 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 Если человек больной, он записывается ко мне. В список. На утреннем осмотре. Ну, потом есть определенное время, когда я веду из Санчайской, там где его смотрят доктор. Я собираю всех своих больных, говорю, строятся. Построились. Один на второй рассчитались. Вперед. Причем налево. В этот самый, в Санчайск. Сошлись. Я смотрю все. Присели. Сели все. У меня есть команды. Все сели. Все сели. Заходим. По первому. Что у тебя там? Нога. Проверь. Проверка. Либо ты, это самое, самопростуешься, или как его, блин. Симулируешь. 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 Либо действительно у тебя что-нибудь. Если у тебя там, 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 на пятке мозоль, блин, тебе... Самое лечение. Проколит. Мозоль, да? Самое лечение тебе. Какое самолечение? Раз тебе пластырь на пятку. И восстанавливайся пошел. Чеши нахрен. Симулируешь. У тебя там что? Броши ноготь. Набрезать. Набрезать. У тебя что там? С пальцем вместе. Хуевать. Нет, не хуевать. Вырвать. Есть медбат. Там нормальные врачи работают. Нормальные хирурги. Ух ты. Так это не на радость, если все ногти отрастят, чтоб не служить. Броши ноготь, может быть, не у каждого. Ноготь в рощу бывает у некоторых людей. Но если долго не стричь, то их количество увеличивается. Это количество очень быстро. Чик-чик. Все. Пошел служить. Дальше. Там или там. Перелом у тебя. Почему у тебя перелом? Кто-то наступил. Или кто-то тебя ударил. Перелом челюсти у тебя. Почему у тебя перелом челюсти? Перелом носа. Почему у тебя перелом носа? Происходит расследование. Подключайся. Можно анекдот придувать дальше? Мне на ходу сочиняется. У тебя перелом челюсти, у тебя перелом носа. Ой блин, да это ж я вчера с вами гулял. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. И сам им поломал накануне. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Распаду спрашивает, почему. Ну это не дот шуточка такая. Ладно, дальше рассказывай. ну ты очень плохо меня снимаешь почему блогом и себя нам не потому что это чистый фон нормальный фон красиво чем это плохо грязно фоне армии если что-то происходит какая-то ситуация перелом или что-либо еще это все хорошая история все происходит потом под следствием и все это происходит расследование что такого больше никогда не повторялась конечно показали парень закончил то чтобы не потом все говорят инструктаж как-то это происходило да чтобы такого не по-любому человек который совершил преступление который ударил человека другого и произвел манипуляции против него зло против них по-любому человек который произвел удар который привел к тому чтобы у человека произошло как не там должен быть привлечен как так вот показали на сериал смотрел несколько назад историки история одного злочина о чем мы говорили вообще я полюблю нужно ты посмотри переломы и как и вы их лечили ты вы выявил своих выявил своих ребята полечил их повел а потом тебе дали роту а тебе дали рота 4 нам 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 надо давали блин дофига молодых да 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 и что дальше да и у нас полчаса местным местным вот в этом самом в одной роте вместо трех батальона ты тоже рассказал 4 от 4 злота его давать некому что и тебя приспособить а я санитарные структуры а это же рассказывали мы с найдем где-то переломы опа и тут и тут я санитарные структуры обыскакиваю такое опа так и выскочил прямо ну да а в руках шприцы такие ахуедные блин вообще просто пиздец они танцевали мастера спорта такие ну реально блин ахеренно ребята они бригдают танцевали папа в армии брал свой магнитофон брал магнитофон да брал панасоник блин который стоил ёхана бабаи денег конечно я в армии брал я за него еще дрался у него хотели его много раз украсть ну да он самый крутой магнитофон был панасоник тогда и там был самый крутой только у богатых он был самый крутой папа не был самый крутой у тебя жрачки всегда было еще потому что я хотел чтобы у меня нормально рота звучала а жрачки сколько тебя мама привозила я как вспомню как это я когда был на еде по кпп приехала мама привезла две сумки такие с едой нанесла на кпп а я стою такое с мамой разговариваю закупок потом а бомжи рядом сумки ворот а не да нет а бомжей а такой поворачиваешься вижу шоу в кпп такой как ты сама как разлетается как будто несутся на вас да да забрать ваши продукты я захожу блин а там от сумок вообще ни хрена не осталось а кто забрал ну куча людей навалилось забрали всю еду пока ты еще мама даже не ушла пока не ушла еще мама а чё ты там оставил на в руках было держать хуй с ними они попадаются уже подавились солдаты они увидишь мама принесла еду сказать рассказали что и лагину там принесли еды и побежали скорее забирать а прикинь я при я приезжаю такой с этого самого с госпиталя приехал такой столовой заходим нам ставят такой котел на всех один такие ложки такие в котел заглядывал а я такой только приехал не успела лёша я такой сижу с двумя кусками хлеба чёрного и белого а ты думал тебя ждать будет а ты повымакивай там что-нибудь с краёв тебя ждать будет жрать люди хотят слышишь 90-е годы что ты думаешь ну я думал ну как то ну принесли это такое полу тьме на что происходит такой пол полу тьмы еще наверное зубы я сначала приехал туда это самое на что такое дверь открываю наш она тумбочка одесса стоит с финалом вот таким вот он такой лёха привет ты что приехал ну да приехал лёха ну разворачиваться съёмься беги отсюда они в тебя съедят котел котел как раз простой вот такой финал на этом на лице а лёша идёт на кухню а там уже такие зомби напали на еду такие хуй ложками из котла я с такой захожу здравствуйте кто я слышу они не я из толпы там такой звук толпы такой подошел к казани здравствуйте из толпы из толпы такой я думаю ебать что это за хуйня блять полиза как на меня ёбаная такой блять выходит сержант блять такой ты кто я Елагин Алексея Аркадьевич приехал только что из госпитал а вот что это ложись туда ложись пока чистенький хуя блять здоровый свеженький хуяк блять я с витаминами минералами хуяк ночь ну а кастрюля пустая хуяк ночь 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 такой хуяк я лёг блять одеялом простыночки накрылся одеялом накрылся блять вот я простыночка спасёт ну чё это я ебать нахуй копать наху ёбаной матери блять ебучая к случаю блять залетает блять какая-то хуйня блять с этой с быльцем, короче, поняли? вот такая быльца, вот такая кровать вот такая заговорка и хуярит всех вот этой быльцем, блядь за хуйнё, блядь кто не лежит, блядь, всех похуй, блядь вот так, блядь, это... всех людей, да? всех людей, блядь, похуй это жаботенко жаботенко пошёл, блядь ебать копать нам а чё это у него такое прозрение каждую ночь наступало бить всех да ему похуй, блядь, он залетает ему захочется, блядь, хуярит всех людей, блядь, нахуй вот этой параши, блядь, этой... и как люди от него прятались? да никак не прятались! вам от кровати! ну человек лежит, спит, прикинь, ты лежишь, спишь, блядь ты лежишь, спишь, тут тебе вот это вот хунёт это, блядь, от кровати, блядь, поэтому что по ребрам, хуя, блядь а ты говорил, там в армии наказывают за удары, ага, Хирман это ж БТНК, его не накажут нет, не накажут потому что он, блядь, какой-то, блядь, там какой-то сын, блядь, хуйни, блядь, какой-то пидорасни, блядь ёбаные, блядь ну и что дальше это развлекаловка развлекаловка для него он живёт вообще, наверное, в отдельной камере он живёт, наверное, в отдельной камере он живёт в отдельной камере и заходит ночью поиграть оно бухое, блядь давай, блядь, устраивать, блядь, ещё эти фестивальы, блядь крокодилов сушить, блядь ок, не ломай кровати крокодилов сушить, блядь заставлял вас так стоять, я знаю ну да, давай крокодилов сушить, давай пиздячий, блядь потом это самое держи это самое держи вот так вот а я тебе табуретку вот такую ебу нахуй да, да, ты а как ты отмазался от этого? а? никак я не отмазывался каждый день получал ну да вот откуда папа головка больная а ты не рассказывал и рассказы что еще дальше было рассказы мне они хочу рассказы вот так идешь просто по коридору а ногу рада то сейчас второе стекло выбиться нет у тебя воробейчик прилетел воробей так они звали целых полтора года пока они не ушли а потом стали вы такими нет мы такими вам сказали что вы не хуя заставляли вас такими быть ни хуя мы такими не стали я мы такими не сказали когда пришли к молодым и мы стали к ним как к ним как от сами от сами от сами стали потому что потому что мы не таким я не знаю почему я не знаю почему приду3 душе ребята были такие труды на не знаю почему они были такие вот именно после вас были злые тоже я не знаю почему после нас были мы были незлые Ну рассказывай, вот дали тебе роту с ребятами, да, и слушай. Слева внимания.